итак дорогие друзья всем привет продолжаем развивать сельское хозяйство в новом ягодном и с утра пораньше я вот съездил вот она у анатолича спросил телегу вот такую дал съездил в магазин и купил два больших мешка это с семенами и удобрениями сейчас будем потихоньку засеивать наши поля вот уже с вечера к нашим полям я подогнал трактор селкой да вот сейчас вот мы заправим его да и приступим потихонечку к работе надо будет сейчас еще подумать что же будем засеивать но согласно севу обороту так как в прошлом году здесь засаживались зерновые культуры да вот в этом году надо будет засаживать чего-нибудь чем масличные да вот или там бобовые да вот что-то в этом роде но сейчас согласно севу оборота мы это посмотрим итак у нас состояние это паш почвы нормальная да вот а вот азот надо будет добавить азот у нас внесется вместе с удобрениями вот и так так вот наш трактор готов так и давайте ка пока он у нас заводится да вот посмотрим севу оборот и так была горячих канола да вот лен картофель можно сажать так что-нибудь опять-таки зерновое пшеница да вот и бобовые можно попробовать засадить удал соевые бобы под парами то есть хотя тут вот можно и так и так выбирать короче да вот но мы используем как бы это метод три поля да вот то есть два раза сажается как бы какие-нибудь культуры согласно севу обороту да вот и один год она поле у нас отдыхает вот так лен картофель то есть зерновые посленовые зерновые бобовые корнеплоды зерновые как бы так вот чередуются да вот ну в принципе для начала вот что так посмотрим что у нас так подсолнухи канолу в принципе можем засаживать да вот для начала мы засеем одну часть двадцать седьмого поля большую часть канолы да вот маленькую часть подсолнухами вот двадцать шестое поле мы засеем туда овес вот а двадцать восьмое поле нужно что-нибудь придумать так ладно это будет у нас видно да вот хотя может быть тоже какое-нибудь зерновое что-нибудь да вот засеть может быть лен что ли попробовать ну не знаю но посмотрим так итак давайте-ка заправим наши сил очки так будем засеивать канолы да а нет овес возьмем так овес потому что овес нам нужен в качестве корма да вот будущего если будем разводить лошадей так засыпаем ведрами да вот потому что у нас так надо поближе как-нибудь встать чтобы загрузить еще и удобрениями так отлично вот двадцать восьмое поле мы засеем сейчас вот овсом до трактор к сожалению едет долго это типично так сейчас испробуем нашу вот эту селочку да так разворачиваем отцепляем так ну это вот наша селка смотрите-ка она такая вот широкая да вот как бы стройная даже да вот так 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 здесь шланги не цепляются к сожалению так ну имею ввиду функции такое нету у модели так давайте-ка попробуем один круг дать так опустите селку включить ну поехали потихонечку и у нас вот специально автоматически дозируется удобрение да вот где нужно вот оно вот сейчас вот вносится автоматически да вот то есть хоть и селка 100 старая но мы как говорится умудрились внести вот это вот свойство да вот чтобы это удобрение вносилось автоматически туда где нужно и в итоге уровень азота у нас становится оптимальным да вот так так красиво получается смотрите-ка да вот вот сразу же на трактор ощущается нагрузка да такой этаж подгазовывает он да вот когда вот включаешь селку так мы нечаянно начали засеивать половину 27 поле не с того поле я начал к сожалению ну ладно тогда придется наверно 27 поле полностью засеивать чем-то зерновыми да вот потому что все вооборот должен быть всего этих частей одинаковым потому что в перспективе я это поле буду объединять то есть в одно единое да вот оно считается как бы одним полем но разделенным на два вот ну вот на остальные поля вот как раз таки 28 да вот и 26 мы засеем масличные культуры ну и потом эти поля будут отдыхать ну а вот она 27 поля можем в год этот снять два урожая то есть мы сначала засеем зерновые да вот а потом можем засеять прямо канулы и короче говоря да вот на а зимую качество в качестве озимых культур вот так вот как бы сейчас один кругу так будет ну в принципе расход семян до удобрения не такой большой хотя вот на спаханные поля вот желательно сразу бы нанести вот именно зерновые культуры я думаю ну вот вот тоже вот вся эта вот дилемма встает да вот непонимание с чего будут начать да вот думаешь вечно но с чего то вот все таки все равно вот надо начинать вот ну а там уже дальше я думаю дело пойдет и там уже как говорится трава не расти да так вот мы вот проехали первый круг да вот таким вот образом ну в принципе сейлка не подводит да вот не глючит ничего вот ведет себя нормально вот так погнали дальше но в принципе вот по такому вспашенному полю да вот хоть наш дт он такой медленный но зато в поле он как говорится трактора идет нормально да вот кстати за кадром мы подремонтировали немножко нашу дт да вот этот вот и вот на запчасти нас ушло аж целых двадцать пять тысяч это вот во-первых не закажешь их нигде потому что трактор старый да вот и запчастей нигде не сыщешь но мы вроде бы не без помощи анатолича да вот подыскали нашли да вот нужные запчасти расходники все комплектующие заменили да вот и сейчас у нас трактор прет хорошо вот а мы Так, вот уже и второй круг, да, вот в завершении идёт. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Так, вот сейчас вот как раз таки вот этот второй круг будем закрывать. ДимаTorzok Может быть эти повороты сгладить как-нибудь? Вот надо будет теперь сглаживать, наверное, как-нибудь, чтобы потом спокойненько вот такие вот выкрутасы не вытворять, да, вот, а спокойненько съезжать, да, не съезжать, а разворачиваться вот. Вот. И продолжать вот дальше как бы в том же духе, да, сеять. Во, это чтобы не запутаться. Будем чётко по маркеру. А вот здесь вот сейчас вот я попробую так вот аккуратненько сгладить. Вот, поехали вот так дальше. И чисто вот так вот будем, наверное, по маркеру ездить. Так, стоп. Чуть не пропустил, да? Вот так вот такая ерундовина получилась. Вот эти пробелы вот оставлять нельзя, ни в коем случае. Вот тут вот, по-моему, тоже вот оставил немножко, да, вот. Надо будет потом вернуться, подправить обязательно. Ну, это вот в конце, наверное, и сделаем. Вот сейчас опять оставляю. О, здесь вот что-то вот не то получается. Отвык заниматься сельским хозяйством, да, вот. Вот это десятилетнее пребывание в городе. Так, маркер. Так, маркер. Маркер вот так надо будет поднимать, наверное, да, вот. Ну, чай, не на ту кнопку нажал. Так, вот здесь сейчас попробуем тоже вот аккуратненько сгладить. Так, вот, получилось отлично. Так, вот, потихонечку я смотрю удобрение уже. Вот, вот, кончается, да, вот. Но семена еще пока есть. Так, вот здесь вот тоже сглаживаем. И потихонечку сейчас вот переходим на маркер, да, вот этот наш. Вот, таким вот образом по маркеру будем ехать, да. Вот, и как раз у нас вот засеивается это все, да. Так, вот здесь вот мы нашу выкрутас выделывали. Так. 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 Давайте-ка вот здесь тоже попробуем сгладить. Хотя здесь вот такой вот острый угол, да, вот. А, сгладили все равно. Сейчас, в принципе, думаю, можно спокойненько какую-нибудь загонку начать отбивать, да, вот. И ездить просто чельночным по маршруту, да, вот, не в круговую. Но мне, в принципе, пока предпочтительнее ехать в круговую, да, вот. Ну, в принципе, вот, благодаря маркеру можно спокойненько применять вид из кабины, да. Так. 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 все нормально так спокойненько можно безостановочно да вот ехать и сеять из чего-то маркера не вижу здесь такие вот выкрутасы у нас давайте-ка посмотрим так чтобы не пропускать вообще до ну вот хоть бы сейчас вот семена хватили да вот вернее не семена удобрения вот как раз таки вот доехать на то место где у нас трактор с прицепом да вот с семенами удобрениями стоит я думаю в принципе должны хватить хотя вот осталось всего лишь около 20 килограммов да вот 14 13 ожидал от 10 9 сейчас прям на этом выйдем до 8 7 6 5 4 3 2 1 эх кончилось да вот миша пустеет да немного так все заполнили удобрениями тоже и семенами чтобы сразу полное было до это вот сейчас вот там за за 7 где место то место где вот мы выезжали дал что-то каким-то этим получилось такой белый полосой да он 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 и он он Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, в принципе, таким образом мы, я думаю, вот так вот закончим за кадром. Что ж, дорогие друзья, на этом пока прощаемся мы с вами. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, не забываем ставить лайки. Также гости, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе следующих видео. Ну и всем удачи. Всем до скорой встречи.